Сейчас слово предоставляю выполняющему обязанности проректора по научно-организационной работе Юрию Сергеевичу Кулачкову. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Уважаемые коллеги, добрый день. Я приветствую вас в стенах Политехнического университета. Спасибо. Эта конференция гремит уже не первый год, и организаторы сделали всё возможное со своей стороны для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в стенах Политехнического университета. Я надеюсь, что мы будем видеть вас постоянно. И мне бы хотелось наладить с вами практическое взаимодействие. Я думаю, что Политехнический университет заинтересует вас своими достижениями и возможностями. И научные связи наши будут крепнуть. Спасибо. Я буду пытаться говорить в английском. Я надеюсь, что все, кто сидит здесь, понимает меня. Дорогие представители этой конференции, наши гости, коллеги, студенты и пост-градуаты. На behalf of the Institute of Humanities, I would like to greet everyone sitting in the hall и those who listen to us outside this hall. И я would like to thank everybody for their interest in our conference. Unfortunately, the format of the conference had to change, just because new restrictions were introduced to the coronavirus situation. Nevertheless, life goes on and scientific thought never dies. We hope that plenary meeting, plenary reports and the following sessions will continue the thematic strategic line that was stated in previous conferences with the same name. A large number of topics announced for discussion indicate their great interest in the issues and this interest is not fading. That aspects of the professional culture of a specialist of the future are of a concern, not only for practitioners, but are also in the focus of scientific research. The conference is held in the year that has been declared the Year of Science and Technology in Russia. It seems that the topic and content of the speeches are closely correlated with the scientific guidelines defined by our government. I would also like to note that the conference is being held at a very significant time when the Polytechnic University entered as a participant in the first group of the state project Priority 2030. The indicators for this project are very serious and we are aware that the work of the entire staff of the Polytechnic University, including the Institute of Humanities, will invest in the results. I would like to wish the conference interesting reports, useful and constructive discussion, establishment of new inter-institutional and personal contacts. Thank you. Большое спасибо, Надежда Ивановна, за Ваше участие и за Ваши слова. Сейчас приветственное слово предоставляется заведующий кафедрой общественной наук Сергею Владимировичу Кулику. С античности идет высказывание в об истории, как о науке, о которой все и так все знают. И вот я бы хотел рассказать вам то, что вы все и так знаете. Международная научно-теоретическая конференция профессиональной культуры специалиста будущего проходит в стенах Политехнического университета с 2001 года. То есть век начался только после того, как прошла первая конференция. И вот уже этот век отсчитал 21 год, конференция 21. Первоначальное название «Формирование профессиональной культуры специалиста 21 века в Техническом университете». Спасибо большое, Сергей Владимирович. Еще одно приветственное слово от директора высшей школы лингводидактики и перевода Анны Владимировны Рубцовой. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите мне поздравить нас всех с началом конференции. Мы встречаемся с вами уже не первый год и очень радостно видеть здесь лица наших коллег, которые уже фактически стали нашими друзьями. Я очень надеюсь, что наши научные связи будут только усиливаться. Мы будем находить новые темы для обсуждения. Будем вносить свой вклад в развитие гуманитарной науки на уровне международного сотрудничества. Я всем нам желаю успехов и очень надеюсь, что на следующий год мы точно так же с вами встретимся и будем уже обсуждать какие-то новые интересные темы и тренды. Спасибо. А сейчас слово предоставляется не просто спикеру, но еще и руководителю нашего программного комитета, редактору, главному нашего сборника, который сейчас находится в публикации и который должен в ноябре уже выйти в свет. Это профессором Даршатского технического университета Альфред Норман. Альфред Норман. Ну, спасибо большое за субтитры, за субтитры, за субтитры. И, действительно, как все остальные сегодня показывают, что жизнь продолжает, что есть продолжение нашей обсуждения. Этот продолжение обращается, конечно, с очень основными идеями, которые мы пытаемся обучить сегодня, но я понимаю, что это было обучено в предыдущих конференциях, которые являются идеи, которые очень важны для любого технического университета или идеи о техническом инновации в сердце социальной. И эти вопросы и идеи, которые были обучены, не только в России, но и везде. Да, спасибо большое. Это огромное удовольствие, чтобы быть здесь. Я просто хочу добавить несколько слов о эти более концептические идеи, и, если время позволяет, добавить несколько вопросов о результатах на исследование в проектах, где, я бы сказал, эти концептические идеи действительно помогают более понимать и interpretать результаты. Спасибо большое. И теперь еще одна деменция о креативности. Сейчас перед нами совершенно другое будет направление креативности. Дмитрий Леонидович Спивак представит доклад на тему креативности генетические основания. Действительно, я представляю труды большой команды, это Институт мозга, Военно-медицинская Академия Университет и Польтехнический университет Петра Великого. Это действительно приятное и удовольствие быть здесь с вами сегодня. И я чувствую, что мы здесь как разогрегация людей, которые глубоко знают. Кроме того, состоялась презентация темы конференции 2022 года «Технологии в мультилингвальном мире», Альфред Норман, Лариса Аронин, Академический педагогический колледж Ароним, Израиль и Дарья Бырьева, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого раскрыли мультисплинарность и многоаспектность предлагаемой для исследования темы.